так всем привет дорогие друзья с вами леон и варпач мы продолжаем играть сейчас на данный момент у нас ночь поэтому у нас в принципе сонное состояние принципе для этой игры это весьма атмосферное состояние как по мне что он очень особо ржать угорать не на чем с этим битик я тут вообще сливаюсь с этим столиком обеденным камуфляж прокачка сотый уровень и все в таком духе в общем что сегодня мы с варпачем вдвоем пойдем наверно лутать ближайшие города но это мы так попутно будем делать а я же так наверно давай выдвинемся с тобой на все равно идти еще долго через парадный ну я пока убежим я хочу немножко обсудить пару тем которые кстати смотри по сторонам зомби могут быть сейчас я ствол как раз возьму и все наши сигнализации пару тем которые в принципе вам интересны посвящать просвещать вас по некоторым вопросам и так далее первое что хотелось бы еще рассказать наверно поподробнее что вообще за мод и себя представляет в котором мы сейчас играем и чем он отличается от да из оригинального вот я так и думал вася так ты не потерял мне не нормально я понял где-то там идешь я винтовку машина давая через лес в общем это вода самого здесь осталось что это зомби потребности похавать там ну и вот эта небольшая доля открытого мира выживания и так далее в принципе мод уже такие изменения внесли вот этот эпатч и овервач вместе оверпоч вот и он стал тем чем он стала именно тут в принципе максимум пвп то есть зомби это так они ходят это средство для самоубийства это порой полный геморрой если вам нужно по стелсу где-то пройти а вы нашумели так что это во время драки может быть геморроем но никак не основная угроза которую основную составляющую которая была изначально дан в оригинальном здесь здесь пвп то есть некоторые даже замечали что я допустим ехал на велосипеде да и проехал мимо вертолета то есть в принципе я на него обратил внимание но я вообще пусть мимо игнор полный почему потому что техники оружие вертолетов там все у всего здесь просто дохрена но допустим ту же технику тот же вертолет нельзя просто взять подойти и взять потому что он элементарно закрыт техника тут закрыта она здесь запревачена то есть мы ее можем купить нам дадут нет ключ мы ее закрываем эту машину могут разбить могут разнести но она может быть закрыта и мы все равно ничего не сделаем ключ кстати можно достать только с владельца да смысле это убил его то есть если тебя убили и забрали с тебя ключ то пиши пропало машину твою с твоими пожитками убили ну и то знаешь в принципе увели машину ну и ладно невелика потеря все это на фармить можно буквально за часа два там машину согласен в основном здесь все ставка идет на голду как вы видите справа есть значок голды то есть денежки в основном там в банк мы их ложим на них мы можем купить всегда в любой на тебя зону церковь а я слышу в любой момент все что угодно вообще абсолютно вот рядом с тобой спокойной ночи вот то есть перестрелки в городах тупо стрельба по зоне зомби вот этого все рода это это норма это уже само собой разумеющийся мы можем зайти в любой домик в городе полутать его и можем элементарно найти снайперскую винтовку пулемет а к 74 то есть и это реально будет нормой нам мы даже еду порой было такое что и думаете не могли а вот пулеметов оружие дохрена так подожди сядь шидер зомби там заспавлен впереди то да значит там кто то есть уверен думаю да потому что обычных момент не скажи тут справа у меня радиус весьма велик так как мы вдвоем надо вести себя как можно аккуратнее так что далее ушки на макушке так что вы не удивляйтесь тому что порой в ущерб атмосферности идет вот такая вот заруба как допустим у нас было да вот мы обороняли бензоколонку там просто такая суета была единственное мы очень сильно рисковали что туда мог подойти какой-нибудь игрок и нас там по одиночке снять как-нибудь перестрелять от не такого рода риск может быть в общем так или иначе все зависит от нас и как аккуратно мы будем себя вести оружие вот что оружие здесь дохрелище просто шоу пользу не пережуешь несколько видов десятков оружия каждому типу оружия несколько десятков типов навесов на них то есть вот допустим вот у меня да сейчас какая винтовка acr g33 м 320 sd black то есть во первых это сама винтовка тип acr потом black то есть цвет уже конкретно у нее потом sd это у нас модуль стоит на глушитель плюс у нас стоит прицел причем не какой-то целых 2 коллиматорный да и вот так вот его можно кстати переключать тут короче вот всякая всякая хрень и вот на этот план очень дофига так что стрелять тут всегда есть из чего ты еду найдешь меньше чем стрельбы то есть и естественно то есть допустим некоторые говорят что типа вот я топором не дерусь я синпень смысл у меня топора если у меня есть оружие это вот я помню да вот первые до из этого реально топора топор ищешь чтобы о топор ништяк все лучше в зомбе хотя бы убивать а нашел там винчестер так вообще подарок просто праздник на улице у девчон давались бинты только и что-то и еда по маме да там да слушает даже пистолет макарова на тот момент не выдавали там вообще голые руки были да 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 даже топор не всегда был а сейчас чего сейчас он я вот допустим появился где нибудь в деревеньке тут же нашел пулемет тут же ведь летит вертолет и этому вертолету из этого пулемета давай отрабатывать и все собственно вся оселуха в это вот что касаемо моды это допустим раз да что я хотел рассказать второе что касается сервера ребят слева мотоцикл то есть как вы заметили мы уже базу небольшую начали отстраивать и говорили я не знаю будет ли это видно на запись или нет возможно в какие-то моменты мы вырезаем но мы уже планировали поток подписчиков на этот сервер то есть некоторые вот мне нравится они удивляются что вот здравствуйте мы нашли ваш сервер мы спалили ваш сервер а мы ребята его и не скрывали представьте себе то есть мы уже были готовы к наплыву подписчиков и то есть всегда рады с вами побегать но как с вами тут уже начинается немножко другой вопрос мы из себя не очень friendly friendly то есть если мы сейчас встретим какого-нибудь игрока а я а он окажется подписчиком мы в первую очередь конечно же будем к нему враждебным будем по нему стрелять мы убьем даже если это реально будет подписчик то не обижайтесь потому что это естественно самозащита более того я вам даже скажу так чем на ходу что до садись поехали вот об этом я и говорю то есть оружие машины здесь спавнится просто дай боже продаказа с кроссом с еще от него так много шума давай с колес но если даже не открыт мотоцикл значит вот либо кто то бросил либо он заспавнился а как правило заспавнены мотоциклы и машины и вертолеты они разбиты до такой степени что их надо чинить редко когда попадаются хорошие да ну это значит я скажу что если что-то те попадается из транспорта то это где-то в 60 процентов случаев даже 70 процентов это купленные купленный транспорт то есть его покупали игроки просто закрыли или бросили то есть транспорт тут не находится именно покупается вот да на фарме денег тут не так сложно на самом деле понадобится пару часов главное все это еще дотащить и сохранить вот так в чем в основном тут важно вовремя знаешь сложить деньги в банк банк да вот такие пирожки так вот насчет френдли не френдли мы как бы не френдли вот совсем не френдли совсем не будем спрашивать дружественные дружественные он сразу стрелять то есть и я полагаю вам бы тоже стоило относиться к нам соответственно то есть не пытайтесь нас найти чтобы с нами побегать и как-то не знаю подружиться блин на даже взять вот сегодня на когда мы бегали мы выложили не так много серий не засветили нашу базу ничего не засветили но уже сколько подписчиков что на сервер ну да ну сейчас естественно вы уже знаете где наша база кстати не факт что на момент выхода этого ролика база наша останется все той же сейфы все это можно переносить ну и даже если мы не перенесли мы будем дефать я пулемет нашел ништяк пулеметы снайперки кстати самое дорогое что положи себе в бэкпэк у меня места нет а по то есть что это за сравниться сейчас мы его замьютим а а пошел забанус просто так вот сейчас перерется у него поток угу ага все да вот кстати что еще стоит отметить в ребят если вы заходите на сервер в чат в общей не говорить не писать а тем более по русски не стоит вообще иначе вас забанят по одной простой причине что это как бы правило сервера это не потому что американцы засранцы они расисты и видите ли по-русски они не хотят чтобы мы писали общались а это просто стандарт скажем так во всем во всем во всех играх на всех серверах всегда что европейские сервера не он ли english вот и для нас правило также то есть то есть ну я не знаю среднестатистический игрок пускай даже неразговорный но как-то английский должен понимать знать что если ему пишут на английском он должен хотя бы хоть какие-то слова соображать что ему говорят и смысл понимать поэтому если вы не можете писать по английски то хотя бы воспринимать информацию которую вам будут вбивать по английски то есть здесь в основном кто играет знают английский ну хоть хоть чуть-чуть да пускай там мы там допустим опять же не блещем там английским разговорно более менее стараемся поддерживать вот и это чревато баном то есть я к тому что вы будете если русским общаться здесь ну ладно хрен с ним вы нашли игрока да и начали ему войсчат именно то есть в канал в доп канал который прямое соединение беленький такой вы если с ним на этом канале общаетесь вот тут еще простите мне то есть я не понимаю тебя чувак по-английски не ссори там а ты по-русски шпаряешь что-то куда я по-русски шпарю такого отлично все пошли играть а я горит немец вот ну и может такое быть вполне так что с этим ребятки аккуратнее и не стоит вам писать ну хотя я не знаю если вам нравится светиться на запись ради бога я написал в общий чат это попало на видео ей в бан улетел молодец парень продолжай в том же духе если так то ради бога ради этого вы можете писать а так и как бы мы вам предупреждаем будьте с этим аккуратно будут забанить вот такие пирожки да так это где я я тут в обгоревший дом зашел да и наверное в принципе это все что я хотел рассказать а ну вот единственное что еще хотел рассказать это по поводу своего персонажа некоторые наверно не усекли фишку почему играю женским персонажей почему я называю персонажем анка потому что стартовый скин во-первых женский и он называется они то есть она вот кстати вот этот скин красный он называется джейн прикинь красный да ну помнишь ты мне джейн находил тогда он такой полу серовато красный что ли вот он джейн а у меня просто я когда играл в эпохи просто эпохи я начал играть женским персонажем потому что мне надоело смотреть на тупую модельку мужского персонажа мне захотелось смотреть на женскую задницу если вы понимаете о чем я то есть как бы этой логикой основу руководствуюсь ну да приятно же все равно играть периодически женского персонажа даже в ммрпг тот же ммм blade and soul знаете ли мне нравится женские персонажи потому что они красивые я тебя вижу слушай тут три ствола модифицированных тоже есть куда их положить сейчас я скажу если у меня нет так я должен был оставить да место есть где там разворачивайся назад да биги 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 еще беги что я бла 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 прям за мусоркой видите такая серия получается особо без без экшена какого то мы просто ходим я вам рассказываю обычный вылазка за мусоркой погоди где там мусорка ну вот назад развелись ну чуть левее да заходи сюда поднимайся на второй этаж так на первый подъезд первый первый ближе к тебе к торгу ага вот нифига вот видите да об этом опять же говорю то есть находим тут дохрена оружие хе 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 три модифицированных ну я кстати только одну пушку могу взять вот это вот это да скорее всего G33 да она самая дорогая будет все можно ее можно продавать и на эту пушку кстати можно купить уже себе машину машина тут вообще дешево стоит буквально вот эту пушку мы нашли продали тут же на эти же деньги мы купили себе дешевую машину уже не имей колеса а если нашли машину и продали машину мы даже пушку купить не сможем да кстати тут оружие несмотря на вот парадокс да находим чаще все таки оружие но оно дороже а машины они дешевле но их меньше находишь то есть казалось бы нашел машину вау классно вот такая редкость привез она бесцененна то есть вообще парадокс вот так что а ну и вот в чем скины то есть я сэпача начал играть женскими персонажами и там в какой-то момент я обнаружил что как бы этот скин называется анка ну вот я и взял за прикол называть ее анкой такие вот дела и вот с недавних пор кстати со мной стала снимать Анна то есть Аня подруга моя вот тоже как бы интересное совпадение не совпадение как форсит в последнее время этот мем совпадение не думаю вот так что тут такое какие то шумы появились городок в принципе от чего то ну в смысле не от микрофона а просто что то в городе шумит справедливо кстати задаться вопросом а в чем тогда фишка помимо того что мы стреляемся с другими игроками да в принципе наверное фишка в том чтобы урвать лут который спавнится именно на миссиях на миссиях начинается основной экшон там туда стягивается все игроки и там начинаются перестрелки за лут а в лут кстати сегодня узнали тут на мисках спавнится уникальный а именно спавнится отмычка которой можно взломать вертолет или машину в которой может быть другой лут вот такое то есть могут вашу машину угнать так что то что вы выходите из игры и где-нибудь машину свою закрываете да оставляете ее с полным уверенностью что ее не угонят да ваш лут то отмычка же наоборот придает ощущение того что все таки небезопасно оставлять вашу машину просто вот на виду ну еще я есть такой засранец я беру пулемет и расстреливаю машину которая закрыта потому что мне весело и так хочется наверно даже за это банят есть такое подозрение но я один раз так сделал мне понравилось но теперь я себя так подганно чувствую блин я помню тот случай да но ты тогда не знал так что тебе простите ну я не знал да кстати на тот момент но и то знаешь я до сих пор не знаю может я еще доведется мне но опять же да вот то что представьтесь поставить себя на место хозяина машины вот закрыли а вот не хрен ставить его посреди дороги и она мне попалась просто и почему бы ее не подорвать да да вот так вот в общем на этом ребятки не порешали это сзади все рядом бегаешь ну да кстати этот скин спинт мне не нравится бандитка джейн у нее эта тряпка вафельное полотенце на башке да а а а а а а еще тут можно дофига отстреливать зомби вот я уже недавно умер а лол че а че то я не понял я уже 4 дня как выжил прикинь я не умирал 4 дня но это я сегодня умирал ты умирал сегодня раза три но на базе 4 дня время здесь кстати не игровое то есть написано выжил 4 дня а именно вот реально 4 дня этим персонажем играют без инцидентов таких фатальных некоторые тут просто бегают а ну и у тебя залипание было да там у нас багнулось и с крыши улетел это вообще как тогда на больничке это было ужасно это страшно только на больничке оказалось в чем опереться а вот на крыше нашей базы не навчитывал да так ты я вот справа видишь меня на балконе хеллоу сосед о нифига тут посреди дороги лежит че это такое это этот зажигательные патроны наверно нифига себе ха раунд с коробочкой ну да я очень-очень хочу устроить засаду на дороге с пулеметами со всей этой ерундой у вас потом у традиционно можно сделать лисиновый чербет дорогой как монти диус монти диус бред буллом дороже это так второе по дороговизне здесь кстати лут спаунится в разных местах таких прям необычно ну да здесь не будут найти рюкзак о рюкзак вот рюкзак тебе держи да о шоколадка вам куда положить что-нибудь представляю в оригинальном дези найдешь шоколадку оооо я нашел шоколад живем да да вот еще один рюкзак такой же как у меня блин нормальных рюкзаков нету надо покупать рюкзаки со временем все казуаливается вообще даже отдаюсь даже обидно даже несмотря на то что эта зараза превратилась в галимое пвп мне все равно интересно играть да просто интересно такой раз здрасте я чуть не пальнул ну ты аккуратней заметил сразу что она мне она хакбар вот эта вот намотана перед нами большое лутаемое здание вон там и вот здесь пожарка да или что это школа школа да давай школу сначала полутаем в общем процесс тут такой что в основном вот ходишь собираешь собираешь а потом все это скидываешь в машину и довольны везешь в треть зону порой попадаешь в неприятности в виде засады на дорогах ой здесь вам столько раз попадать на них уже да и мы то попадали мы тоже попадали мы то вот последний раз то неплохо так попадали ой это вообще было что то здрасте что тебя опять не пальнул да нет здесь то я слышал тебя а там то ты пешком шел интересно кого нибудь наткнется кто нибудь сегодня у нас живой это город еще такой мало обитаем вообще на самой экране находится но здесь кепки могут ходить здесь спал на этом но он из кепок наверно только мы на этом сервере в такое время тем более хотя не наоборот сейчас онлайн может быть повыше 20 человек по моему на сервере порой 40 50 бывает мне кажется с выходом этого видео на момент выхода этого видео на этом сервере онлайн будет вообще нормальный да и мест будет не хватать сразу знаешь вот чувство такое вот я сейчас сказал что мы не очень то friendly такое типа охота на леона открыто варпача открыто охотитесь на нас потому что это будет интересно это весело тем более тут опять же вот нету такого страха умереть прям конкретного есть конечно когда у вас все таки ну блин ты два часа три часа играл налутался реально там всего всего а потом тебя убивают неприятно припекло страх есть так что такое ты знаешь что мне казалось слева вот оттуда кто-то стрелял но мне на секунду вообще показалось кто-то промелькнул в больнице это наверное просто показалось мне щелчок показался больница почему-то здесь окно разбито обычно приходилось самому разбивать смотри максимум не скрытности это как так морская черепашка по имени наташка блин медикаменты это да они вот жалко дешевые тут вот блин жалко лута бесценен в принципе находишь больницу находишь медикамента в коробку ты такой довольны от этой коробки вот но блин ты привозишь это на базу а пакет крови стоит один золото когда в то же время винтовку ты продаешь за 10 тысяч хотя тебе найти пакет крови тяжелее можешь купить за два золота пакет крови чтобы обмазаться этим пакетом крови блин можешь пить этот пакет крови если ты вампир блин вот нефига чисто покушать тут лежит так тут это персонажи тут так и лежат да в больнице ну да от стиля игры еще видишь зависит интересно тебе в нее играть не интересно огромные группы играть но у нас есть скажем так примеры большой группы игровой как мы бегаем то есть это две машины как минимум четыре пять человек мы едем чистим чистим город все это скидываем машину едем сливаем это все добро а если ты играешь один ну максимум два то ты идешь себе по городу потихоньку шарахаешься от угла в угол и слышишь как подъезжает другая игровая группа и чистит город а ты в свое время шарахаешься как бы не наткнуться на одного из их отрядцов блин и выхватить люлей и не потерять все что ты налутал за это время такая вот фигня чирик чирик внутри тоже пошел на третий этаж подожди тут есть третий этаж крыша то крыша я вход кроме тут получается вход только с одной стороны я наверно даже не вижу смыслах надо в более населенные города идти такие как вот у нас неплохо в самом начале были зарубы в мутенц мюнхенштайн который один из центральных да потом вот это у нас красная зона там снайпер живет ноты уэлт и обердорф обердорфской прикинь тут медицинский трейдер в нашем городе прям рядом с нами ага медицинский на карту медикал трейдер на о фига сша давай ты находил что-нибудь еще медицинского да целый клар забил ништяк давай мы это все дело сольем сейчас в этот я даже думаешь мы успеем продать ну до рестарта то 500 метров от нас да конечно продадим чуть нет давай продадим посмотрим что он дороже скупает может мы чего-то не знаем так ты пробуем пускай я тебя на выходе жду немного ты наверно собой выучишь ну не сказать что много штук 10 минимум всякого когда коробка спаунится вот там вообще всего дохрена всего по десять слышал пойдем за мы карманы забиваешь ой махни справа от куста можешь даже обижать зомби кстати нету вот я сейчас бегаю что-то вообще тишина вот прям перед нами он там медико трейдер за горкой да могут хотя я маргер поставил я тоже вижу куда бежать к медицине вряд ли люди тянутся вообще в этой игре ну вот подлечить себя покупают и все у меня такая роль лесом для себя всегда знаю что я саппорт в команде поддержка и мало убиваю я гуманный человек я пацифист по натуре ну ну как бывает конечно нахлю вынет на меня нотка безумия начинаю убивать некоторые может быть кто-нибудь помнит четвертую часть филота 3 и ребятки но это ладно это так она странировать вот и то есть да я основном лечь лечу лекаю всех но блин тут замеса такие порой происходят и некогда лечиться к панчат в голову что у всех столько патронов блин тут я накроет этим всем градом свинца и там не то что лечиться блин не понять не успеешь что происходит сейчас на секунду показался звук автомобиля если надо было отмечиться глюки кстати для тех кто не в курсе для тех кто будет играть знаете что при рестарте сервера трейдеры они меняют свое местоположение допустим сейчас рядом с нами medical trader такие же желтенькие зелененькие значки есть по всей карте и после рестарта сервера которые происходят раз в два часа стоп машина зомбари ложись машина 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 едет игрок видишь да катается вокруг причем видишь видишь стало игроки бегают нет нет это не игроки это дата слушай они нас видели не знаю они нас наверно видели слушай он человек это зомби я вкус короче сейчас попробую пристрелить подожди не теряем пока не стреляй не стрелять у меня эти терять нечего в принципе я могу попробовать пострелять и кшончик подожди ща 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 оформить они могут просто опять сейчас прийти в этом к трейдеру смотри две машины стоит меня настораживает тот факт что они возможно нас увидели смотри справа полицейской стоит и там машина стоит там мотоцикл вижу короче в доках слушаем там никого не высадил случайно вон он ездит смотри пока где он ездит я посмотрю там где он лежал то есть сидим отработать отрабатываю ты видишь его что ли вижу мотоцикл и две машины так я короче экшон навел так подожди он уехал не 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 вот он бежит смотри где зомби в какую сторону один бежит другой едет они меня наверно пальнули и тут дело вступает варпачи с какой стороны у меня очень шумит она с твоей же понял мы наверно умрем пускай но не за домиками слушают гп нет у нас нет у нас гп нет жалко это было вообще сейчас в тему у тебя этот есть на всякий случай компас на есть они нету прикинь блин хреново просто по азимуту что же не так и столько компасов пропустил я думаю нету но есть сейчас нажимаю оказывается нет и в кустах сидят и за домом машину ехал машина с объехать сейчас может возможно водителя ранил откуда не знаю не сломали так сейчас я починюсь и отбегу к нам бежит нам бежит слышишь стреляй стреляй если что меня потому что отработали меня видели у меня винтовка этот работают ну нифига у них там конечно меры предосторожности убил красавчик еще один да как всегда по мне отрабатывает забил чувака зомби исчез по воле божьей ладно отрабатываю зомби нормально нормально есть чем прикрыть меня забайтил я отбежал за амбар там рядом нету просто я пострелил тут на меня полкора с англс так по чатам сейчас состояние не стояние блин я в амбаре ты в амбаре я понял тебе в амбаре заходят зомби они меня вообще не видят прикинь так надо чего-то попытать но он там был не один считай водитель и сложился один я прямо за стенкой я рядом я хочу снимать зомби все свободен ты перевязался все нормально все хорошо блин я на что-то мне крови залил я неплохо как это у меня есть кровь чакепка до обычной но с оружием не да будет свет сказал электрик я в смысле ты меня перемешать я просто это был ты для крови зальешь вот живет сидит краски краски нужны краски палитру цветов не настройте все отлично так ну ты неплохо я смотрю ему прямо в голову засадил у него же ручьем там наяривает туалево метро так ладно боеспособен и теперь машина интересного не еще там на своей машине они возможно в домах засели так что смотри по окнам если один на один встретимся фига ты палишь что наши позиции как-то мне ну и походу на машине то они уехали вообще это чтобы короче обкакались сказали ладно чувак извини мы не знаем сколько их рядом с больницей да ладно пробуем медикаменты продавать и отступаем смотри чут тут ящик стоп ящик погоди может подумал что может здесь миссия появилась машина на ходу о здорово дядя так чё ты ему пробовал продавать медикаменты сейчас я тогда знаешь че сделаю сейчас от бензина почти нет я заберу все что у него есть садись машину попробуем уехать тут очень мало бензина сейчас я попробую продать что-нибудь из медицинской вообще цены посмотреть на хрень собачья короче все то же самое те же цены что и в общине в трейдере окей поэтому а чё я винтовку табли не в это положил сейчас ну смотри это наш самый первый самостоятельный экшен ну выиграли ну да непростые мы оказались ребята то смогли дать отпор кулачком так помахать им еще идите отсюда это наше место наша . мы ее лутаем так ладно сажусь смотри у меня в голове прямо этот глушитель вот такие ребята у нас дела на этой машине мы сейчас поедем до трейд зоны мы не доедем ну не доедем на этой машине до трейд зоны все и никуда мы не поедем а на этом всем спасибо за просмотр вот если понравилось подписывайтесь на канальчики ставьте лайки там и всем тортик вот да все пока пока